Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги SkyWay, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Я подумал вам сегодня в обычном режиме. То есть он из своего рабочего кабинета в Челябинске, и я из своего временного рабочего кабинета под Москвой. Поэтому, друзья, давайте все, что прошло и за эту неделю, и все, что нас ожидает ближайшее будущее в мире Skyway. Мир, конечно, развивается и меняется просто стремительно. И то, что сегодня происходит вокруг, просто диву даешься, исходя из того макроэкономического анализа, социально-экономического анализа, уже анализа с точки зрения нашего Skyway, то есть когда смотришь на все через призму Skyway. Так, звук тут жалуются. Так, Андрей, дай связь. Если низкий звук, то чуть-чуть. Так, отлично, да? Нормально. Да, Вячеслав? Ага. Все, то есть если он пишет слабенький звук, чуть-чуть добавьте у себя на компьютере, тогда как бы... Ну, прерывается, друзья, это интернет. Ничего страшного, наш младший брат. Вот, и одно из, скажем, таких наиболее интересных событий, которые произошли на этой неделе, которые я бы хотел отметить и, скажем так, в свете того, что мы с вами делаем и того, что происходим, это сообщение о том, что Почта России, это сегодня уже государственный, один из крупнейших государственных банков, который сегодня трансформируется именно уже второй после Сбербанка крупнейшей государственной финансовой организацией, которая занимается и доставкой корреспонденции почты, и сейчас уже денежными переводами, и доставкой пенсий. Вот, они поставили перед собой задачу сделать автоматизированную доставку почты, корреспонденции и посылок, и на этой неделе продемонстрировали при большом стечении журналистов и чиновников полет первого дрона, который доставлял посылку в 2 килограмма. И, друзья, тут стоит сказать очень там показательно или очень наглядно то, что произошло, что на глазах у всей этой почтенной публики этот дрон вышел из-под контроля и разбил, повторяю, друзья, о стену жилого дома. То есть, представляете, что 2 килограмма, значит, он вез, самым весом, наверное, ну, я не знаю, килограмм, наверное, если с коэффициентом подъемной силы 1 к 5, значит, весил не менее 10 килограмм. То есть, вся эта конструкция весом где-то около 12 килограмм, вот она расшиблась от стену жилого дома. Это, друзья, к слову о том, что как выглядит и как это все происходило. И здесь, друзья, очень показательный такой пример, что это один дрон, который попытался повести одну посылку, причем это показательное выступление, значит, все параметры многократно повторялись и сделали, и тем не менее произошел сбой, он разбился. И слава богу, что он ни на кого не попал. А теперь, друзья, представьте, что это жилой дом, внизу гуляет, неважно, там, пожилой человек, взрослый человек или ребенок, и ему на голову падает вот такая 12-килограммовая ерунда. Вот, как минимум, это опасно. И с точки зрения, то есть, получается, что надо на улицу теперь выходить в каски или еще с стальным зонтиком, чтобы смотреть или перебежками передвигаться, чтобы мало того, что у тебя машина не задавит, у тебя на голову еще вот такая штука не упадет. И мы в нашем боевом леске, друзья, тоже, когда мы первый раз касались к этой теме, то я говорил, то есть, мне прислали тоже ролик, когда шел вот в этом году уже, по-моему, в октябре или в ноябре, чемпионат мира по скоростному слалому, и шли съемки чемпиона, который шел, и буквально он проехал повороты через 3 метра сзади него, а он сам ехал со скоростью больше 140 км в час, сзади падает дрон, который снимает, соответственно, соревнования. Представляете, что он такой скорости, это тоже мало не покажет. То есть, это как раз и этот ролик обязательно мы тоже в боевом леске поставим. То есть, поэтому, друзья, это как раз показатель того, что направление, которое сейчас взяли или пытаются развивать, как экономику дронов, экономику роботов, летающих роботов, что вот оно имеет вот такую перспективу, имеет подход. То есть, если с самого начала, друзья, эти процессы идут с такими сбоями, то что будет, когда этих дронов будет сотни, тысячи, десятки тысяч, то это сразу можно сказать, что это тупиковое направление. Она, конечно, красивая, что дроны, летающие дроны, будут доставлять и оказывать какие-то услуги. Леша очень любит приводить пример, когда вы хотите кофе сварить и даете миру им на это еще и заказ, приготовить вам кофе. Там машина фильтрует воду, варит кофе. Но для того, чтобы эта услуга была оказана, кто-то должен это доставить, чтобы это было действительно робототизированная цивилизация. И как раз вот этот робот, это становится слабым звеном. И сегодня с точки зрения развития красивых этих идей показывают шаг за шагом такие тупиковые концепты. На прошлой неделе мы упоминали, друзья, и мы тоже покажем в боевом листке эти ссылки на все. Привыкайте, что боевой листок, он более развернутый. Мы туда вставляем все ссылки, фотографии. Поэтому это и обновить память, о чем говорила, и в то же время тезисно просмотреть основные темы вебинара и еще расширенно увидеть те материалы, как я упоминаю теперь вскользь, но они все в боевом листке идут. И здесь, друзья, на прошлой неделе мы упоминали в вебинаре, что компания Tesla и его на маске пытались запустить робота. И, соответственно, еще и Uber также пытался подключиться к этой системе. И там, и там это было с неудачными последствиями. А при испытаниях Uber даже пострадал его со смертельным, с летальным исходом. Человек упал под робота, движущегося по одной территории с человеком. Таким образом, это показывает, что дальнейшее развитие, дальнейшее, скажем так, углубление этого направления, то есть когда будут тысячи, десятки, сотни тысяч роботов, и это надо концептуально решать. И здесь, друзья, мы как раз уже с точки зрения SkyWay говорим, что SkyWay это электрофицированный транспорт, более того, экологически возобновляемая чистая энергия. SkyWay это робототехника, у нас все движется на управлении, соответственно, и внутренних, и внешних системах блокчейна, внутренним и внешним, соответственно, применение закрытым и открытым. И это абсолютно роботизированная система. И можно сказать, что сегодня SkyWay это единственная технология, единственный концепт, который дает безопасное решение тех вопросов, которые сегодня ставятся. И мы с вами упоминали, что мы также сегодня разрабатываем и дальше поставим вам, покажем систему капитализации через транссервис, когда будет доставляться не только корреспонденция, а все бытовые необходимые нужды для человека, то есть начиная от пиццы, продуктов питания, одежды, все это будет доставляться домой уже специальными нашими роботами-андроидами, которые управляют, и все это будет в единой системе Транснеп. Это будет абсолютно безопасно и на сегодняшнем цивилизационном уровне. Мы сегодня уже это все создаем. Часть демонстрационных образцов уже есть, часть создается, мы все увидим это на Экофесте, но мы шаг за шагом к этому движемся. И это то развитие, которым сегодня мы с вами занимаемся, и это тот проект, который сегодня реализуется. Поэтому, друзья, нас с вами на следующей неделе ждет очень серьезная веха в развитии всего проекта. Это 11 апреля 23.59 будет смена четвертого этапа, то есть перехода на 11 этап развития проекта. Значит, соответственно, это означает, что выполнены все цели и задачи, которые ставились перед 10 этапом, что объем технических работ, испытательных работ, работа с заказчиками, и мы переходим на новый 11 этап. Всегда это сопровождается снижением рисков и, соответственно, снижение вечерных премий в виде дискаунтов, то есть будет очередное снижение дискаунтов. Поэтому, друзья, все, кто участвует в нашей работе, все, кто работает с своими партнерами, используйте это время. Это очень важное и очень ценное время. И, друзья, мы постоянно повторяем, что это больше не повторится. Это уникальная возможность использовать для того, чтобы и самим увеличивать свои инвестиционные пакеты и привлекать партнеров, и, соответственно, строить на этом и сегодняшний бизнес, и бизнес, основу которого мы закладываем. Об этом как раз сегодня мы более как раз подробно поговорим, потому что сегодня как раз идет запуск тестирования и запуск нашего сайта в блокчейн-платформе. Опять же оставлю Алексея и презентовать сам сайт, и презентовать саму платформу, скажем так, наиболее тезисно. И самое главное, мы уже несколько раз говорили, то есть я подводил некую такую интригу, что эта платформа имеет настолько значимое значение лозунг, который мы сейчас сегодня в один ряд «Строй Skyway, спасай планету». Дальше я предлагаю все-таки «Дай дорогу в мир» Транснету. Мы это сейчас оставим, потому что это уже несколько пройденный этап. А мы как раз вторым лозунгом будем ставить то, что будет характеризовать и платформу блокчейна, которая будет работать с Skyway, и соответственно оцифровку всех будущих экономик, и конкретных проектов, которые мы сегодня делаем. Поэтому, друзья, это для нас очень важный, знаменательный сегодня момент. Мы очень серьезно к этому готовились. Меня уже упрекают, потому что особенно Слава Куалье, он никогда никаких не прощает ни точности, не прощает, мы с ним даже несколько заспорили. В прошлом году, когда мы планировали запустить именно платформу и оборот токенов уже в декабре, соответственно, 2017 года, но мы вам говорили, что процесс оказался настолько глубинный и настолько серьезный, и открывались настолько новые горизонты, что постоянно дорабатывать вопрос мы все-таки решили пойти на сдвижение сроков, хотя мы готовы были в декабре и начать уже оборот, и тестирование токенов происходит уже давно, чуть ли не с апреля прошлого года, но все-таки это очень серьезный процесс, и то, что мы сегодня делаем, друзья, аналогов не имеем. Мы реально сегодня с вами запускаем строительство сети Transnet, то есть сети адресных проектов, это оцифрованных проектов, которые будут увязаны единым инструментом расчетным, это единая система, которая увязана в единое пространство, мы его назвали Transnet Space, и, соответственно, это то, что как нервная система прошита единым блокчейном, единое управление технологическое и управление уже внешних проектов и расчетов, все это идет уже с применением современных цифровых технологий, которые сегодня укладываются, как это называется, в токенизацию с применением именно крипто-технологий. И мы, естественно, что проект, который, находясь на, скажем так, острие сегодня инноваций, мы не могли не использовать и не запускать этот процесс, и шаг за шагом мы к этому приближаемся. Теперь мы будем более уже подробно всю информацию увешивать на сайте, поэтому за этим следите. Второй вопрос, сейчас начнет очень серьезное обсуждение, мы к этому готовимся, и в экспертном сообществе, связанном с крипто-направлением, с крипто-технологиями, и в технологическом сообществе мы как раз очень серьезно к этому подготовились, и то, что мы сегодня дальше будем запускать и делать, друзья, это очередной шаг и очередной показатель, говорящий о том, что то, что мы делаем, аналогов не имеет. На прошлом, друзья, я повторюсь еще обязательно на той мысль, которую я на прошлом вебинаре заложил, и она прошла в боевом листке, и вы, друзья, должны это четко понимать, когда вам задают, а чем дорога Skyway, чем технология Skyway отличается от, ну, если глупый вопрос, говорит, от монорельса или поезд в прямомагнитном подвесе, тот, кто задает такой вопрос, это уже технологически неграмотный вопрос, но отвечать должны, друзья, только одним образом, что Skyway это идеальная транспортная система. Она убирает все сегодняшние недостатки у транспортных систем и открывает другие совсем возможности. Естественно, что на все возражения идеальных систем не бывает, можно сказать, что бывает. Точно так же, как Иван Маск приводил очень интересную такую цитату, я люблю ее повторять, что когда мне задали вопрос, почему мобильный телефон выиграл конкуренцию проводного телефона, он отвечает, потому что он больше нужен каждому из нас. И это действительно так. То есть выигрывает то, что дает новые потребительские качества. И можно сказать, что, наверное, телефон или смартфон обладает какими-то, не даст лет разговоры по поводу экологии, по поводу здоровья, что он опасен для человека. Это, правда, ничем пока не подтверждено. Но с точки зрения потребительских качеств, то, что мы с вами сегодня учили благодаря интернету и смартфонам, это, конечно, с тем, что было там 10-15, не говоря уже там 20 лет назад. Поэтому, друзья, то же самое SkyWay. SkyWay – это идеальная, друзья, я неоднократно буду повторять это слово, это идеальная транспортная система, которую разработала инженерная школа Юницкого, которая решает все сегодняшние проблемы, которые стоят перед системой перемещения товаров, грузов, энергии и информации, и, соответственно, открывает еще новые возможности. И единственное, с чем я могу согласиться и сказать, что недостаток действительно у системы SkyWay на сегодня есть, он только один, только один. Она еще пока не пришла в каждый дом и не распространилась по всей земле. Но это как раз, друзья, абсолютно обозначенного будущего времени, и, соответственно, мы это будем с вами видеть в ближайшее время. И это уже не пустые слова, потому что мы работаем над адресными проектами каждый день, и, можно сказать, практически круглосуточные. Соответственно, проекты запускаются, проекты увязываются сегодня в единую сеть Transnet, они связываются единой логикой уже токенизации блокчейна. Сегодня начинается реальная оцифровка тех проектов и того Transnet, который мы с вами состоим. И шаг за шагом, друзья, мы к этому подходим, и некоторые темпы, Алексей тоже об этом несколько подробно, наверное, скажет. Но, друзья, многим процессам, которые мы сейчас уже реализуем, мы когда еще запускали этот процесс, год назад, два года назад, три года назад, думали, что это все-таки несколько более даленная перспектива. А сегодня мы уже вплотную работаем с разработчиками, которые разработчики работают в сфере блокчейна, с разработчиками конструкторов, чтобы уже увязывать непосредственно технологические процессы, которые идут на нашем, соответственно, полигоне в Марьиной Горке, где идут уже реальные испытания подвижного состава с токенизацией, с тем, что отображается в блокчейне. И сегодня уже информационная, цифровая и расчетная система, она уже синхронизируется с реальной работой подвижного состава. И это как раз уже первые такие ласточки того, что мы будем запускать цифрованных реально адресных проектов. Мы даже, друзья, не могли предположить еще полгода назад, что мы уже весной этого года приступим к созданию этих действующих образцов. А сейчас я, конечно, друзья, очень надеюсь, и опять же несколько анонсируем. Вы уже, наверное, поняли, что это определенная ответственность, которую мы на себя берем. Хотелось бы и так, но сегодня мы все делаем к тому, чтобы на Экофесте в августе 2018 года показать уже и тщущие трассы SkyWay с различными подвижными составами и различными модификациями, которые сегодня делают для решения различных транспортных задач. И уже покажем энергетические решения, то есть когда элементы работы на возглавляемых энергетиках энергии. И, соответственно, уже токенизацию, то есть синхронизацию работы блокчейна с реально действующими промышленными образцами. Сразу могу сказать, друзья, никто никогда в мире к этому даже не подходил. У нас это рабочий процесс, у нас это синхронизация между конструкторским, то есть инженерами, которые создают уже технологию SkyWay и Transnet, она синхронизируется уже с тем, что это начинает входить в цифровой мир. И мы эти два процесса сегодня обвиняем, получается, синергия этих двух, соответственно, процессов. Поэтому очень важные сейчас идут события по развитию проекта SkyWay. Буквально там завтра-послезавтра он продолжал летает опять в Арабские Эмираты. 9-10-го там будет большая арабская выставка транспортная, где SkyWay будет представлен очень широкой линейкой и подвижного состава, и большим стендом, и большим количеством презентаций. Ожидается очень серьезное и подписание документов и вообще развитие событий. Поэтому 11-го числа, в день окончания выставки, мы ждем очень серьезных новостей. И друзья, как любит говорить Алексей, что-то мне подсказывает, что разочарованы мы не будем по поводу того, что мы с вами узнаем о дальнейшем развитии проекта. Дальше, конечно, нас ожидает потом запуск уже скоростной системы, то есть строительство. Сейчас, как я сказал, что мы выбираем несколько площадок, и слава Богу, что у нас есть право выбора сегодня, где нам строить скоростную трассу. Это и Белоруссия, это и Арабские Эмираты, это и Индия, это и Индонезия. Сейчас еще ряд подошло, и скорее всего, решение будет принято, что это будет не одна демонстрационно-испытательная система, а их будет несколько. Это с точки зрения устойчивости и безопасности намного правильнее. И, соответственно, опыт нас и полигона в озерах под Москвой, и потом работы в Литве, он показал о том, что для того, чтобы жить более спокойно и разговаривать с этими чиновниками не то, что на равных, а с точки зрения позиции своей значимости, надо не зависеть от них. А это значит, что должна быть диверсифицированная система, децентрализованная, и вне зависимости от позиций властей той или иной страны Skyway должен развиваться. Поэтому сегодня по адресным проектам работа активная идет во всех направлениях, о которых мы говорили. По Швейцарии, то, что сегодня идет, это у нас кандидат один из первых на оцифрованный, именно уже токенизированный проект на блокчейне с токеном Skyway Сен-Бордина. И там идет сейчас активный процесс юридического оформления, экономическое уже, то есть обоснование для инвесторов, которые следят и готовы входить в проект. Поэтому эта тема тоже очень активно развивается, и мы надеемся, что если не первым, то одним из первых швейцарских проектов именно спортивно-туристическая трасса для наших любимых мини-байков она как раз будет. Дальше сегодня уже прорабатываются вопросы, чем непосредственно наша группа, мы с Алексеем занимаемся, это подготовка аргентинского проекта по перевозку литиевой соли, вот такой же проект сейчас прорабатывается смотрится в Морголии, вот поэтому вот эти направления активно идут, и естественно, что мы уже готовим сегодня запуску, это через нашу блокчейн-платформу, для того, чтобы все это делать уже на единой расчетной системе, которую сегодня мы, ну, скажем так, фактически уже создали, сейчас идет тестирование и пробные запуски. Поэтому запуск адресных проектов, а именно для этого создавалась и делается платформа, то есть именно инвестирование и запуск различных направлений, то есть в отдельное направление будет вынесено скоростное движение, это будет и отдельный токен по направлению, потом адресные проекты, в отдельное направление будет вынесено именно и легкая грузовая, и потом конкретные трассы уже с применением, и еще ряд направлений, которые буквально вчера, по-моему, появились, очень серьезные материалы и первая такая визуализация нового направления Unicom, то есть это перевозка контейнеров 20-40 кутовых, то есть уже сопряжение морских контейнерных перевозок, перевалку к порту и доставку потребителей, естественно, что это на себя берет уже сеть Transnet, а дальше по мере ее расширения, по мере ее строительства сеть Transnet будет доходить до каждого из нас, до каждого любителя, и мы с вами будем получать товарные услуги уже непосредственно из этой сети, как в организме человека, сегодня более 100 тысяч километров капилляров, которые подходят к каждой клетке, которая обеспечивает жизнедеятельность, а магистральных каналов вены, аорты всего там несколько десятков метров, вот, поэтому точно так же и Transnet будет развиваться постепенно и со временем, и наша конечная цель это построение единой сети Transnet, то есть, когда она замкнется и можно будет перемещать и товары, и грузы, и услуги пассажиров из любой точки в любую точку Земли. По срокам реально, мы думаем, что на это уйдет может быть 10, может быть 15 лет, за это время начнется формироваться уже следующий технологический уклад, седьмой, как мы говорили, начнет формироваться следующая транспортная система, следующая сеть, пока у нее рабочее название, это тоже, друзья, новое, что вы слышите, но с точки зрения науки многие уже привыкают, что здесь происходит очень много таких новых ферменов, то, что является на острие именно уже теоретической, ну, скажем так, это создание следующей сети, мы пока ввели рабочее название, она будет называться Юнет, Юнет, это от слова Юнайт, то есть объединенное, это то, что объединяет всю транспортную систему на земле, то, что объединит Транснет, как единую уже агрегированную технологическую среду, которая будет решать все проблемы, которые есть, и дальше эта задача уже выход в околоземное пространство, то есть ОТС, это позволит землю сделать абсолютно 100% на чистой экологической территории, и она будет абсолютно спортно-пригодна для проживания, а все вредные производства будут вынесены за пределы атмосферы, соответственно, это следующий этап, следующее направление, которое как раз пойдет следом за Транснетом. Я это специально, друзья, такими крупными блоками сейчас обозначаю, потому что действительно об этом надо говорить и вспоминать, когда происходят определенные вехи, то есть определенные реперные точки развития проекта, и сегодня, друзья, мы как раз стоим с вами на активном развитии Skyway, то есть перехода с 10 на 11 этап, мы стоим сегодня уже на пороге масштабного, и это, друзья, я могу сказать абсолютно точно, что речь уже идет не о десятках и даже не о сотнях адресных проектов, а реально о тысячах, о десятках тысяч проектов, которые будут запускаться в ближайшие месяцы и годы, и эта система будет автоматированная, и эта система будет уже комплексная и как по построению самих адресных проектов, и как выведение их к инвесторам, и, соответственно, привлечение инвестиций и потом эксплуатацию. Поэтому работы у нас впереди, друзья, еще очень и очень много. Задачи, которые стоят, это как по горизонту целей, то есть достигая определенных нами поставленных же целей, открываются следующие в результате. Мы, друзья, как раз сейчас набираем и набираем обороты, и сегодня уже в планах и крупномасштабное производство уже на сотни тысяч подвижного состава, а недалек тот час, и это как раз очень такая интересная задача, которую я с удовольствием буду принимать. Решение, это уже запуск производства на миллионы, десятки миллионов уже подвижного состава. Я думаю, что не так далек тот день и час, когда мы приступим уже к реализации и этой задачи. И сразу могу сказать, что очень многое, о чем мы сегодня говорим и какие планы мы сегодня ставим, невозможно даже представить и реализовать без блокчейн-платформы, без своей системы токенизации. Почему я говорю системы? Потому что это многоуровневая и довольно-таки сложная система. Мы, как уже и обещали, готовим сейчас обучение, и это тоже, друзья, все обучение будет уже идти на системе блокчейна. То есть она будет и сама строиться на новых технологиях и объяснять и показывать, как это все будет делаться и запускаться. Соответственно, мы готовим автоматизированную систему уже по подготовку бизнес-планов и визуализации. Каждый желающий, зайдя на соответственно сайт компании, может увидеть или задать параметры проекта, который хочет и получить соответственно все и визуальный ряд, и тактико-технические данные, и предпроект, и презентация для того, чтобы дальше уже работать с инвестором. Поэтому, друзья, я могу сказать, что в то время и та ситуация, когда мы сейчас подошли, это такая очень важная эхо, мы к ней шли. Нельзя сказать, что это случайно или нам повезло. это, друзья, те цели и задачи, которые мы достигаем благодаря той работе, которую мы с вами все делаем. Делаем каждый день, каждый час, практически круглосуточно. Во всех на земном шаре у нас есть партнеры и соратники. Соответственно, сегодня формируются заявки уже на десятки и сотни адресных проектов. Сегодня вовлечены уже, ну, я могу сказать, сотни, наверное, крупнейших компаний чиновников, которые рассматривают и прорабатывают варианты SkyWay именно в той или иной уже экономической плоскости. Это, друзья, все развивается, делается. А я-то передаю слово Алексею. Он сейчас начнет вас первыми знакомить и показывать то, что нас ожидает в ближайшее время и то, что дальше будет развиваться самым-самым хорошим образом. Так, Алексей, ты у нас сегодня на свете. Друзья, можете писать мне и в Перископ, и в чат. Я как раз сейчас могу ответить на ряд вопросов. У меня будет время. Алексей, с дебютом тебя! Благодарю, Сергей Анатольевич! Тебе слово! Благодарю, Сергей Анатольевич! Так. Нет, звука нет. А сейчас? Поставьте плюсик, если... Да, все слышно. Здравствуйте, дорогие друзья! Все. Некоторое время я присутствовал на вебинарах по уважительным причинам, присутствовал, так скажем, в физическом воплощении, но действительно работает очень много сейчас. и как и многие из вас, мы сейчас выполняем одновременно очень большой ряд задач. По-другому никак нельзя, потому что мы переходим на новые этапы и действительно Skyway и сейчас, можно сказать, уже в полной мере, что CNET разгоняется очень-очень серьезными темпами. Мы сейчас даже решаем на самом деле по поводу поездки на выставку в Дубае, то есть неизвестно пока будет ли Сергей Анатольевич и я присутствовать, это решается, но из членов правления Skyway Capital будет и Нета Анжана присутствовать и Ирина Волкова, поэтому вы можете приглашать партнеров, будет с кем пообщаться, на все вопросы обязательно вы получите ответы, я могу вспомнить очень такую серьезную работу с партнерами, с экспертами, с топ-экспертами, это те, кто присутствовали у нас в Праге и скоро будет подобное событие и в Юрмале, я рекомендую всем, кто имеет возможность поехать на это событие, но основная тема обещания естественно будет сейчас то, что мы запустили, как и обещали на прошлой неделе сайт, сегодня мы его для Skyway сообщества так скажем презентуем, все смогут посмотреть сайт и я думаю, что все поймут ценность на самом деле, что же мы такое делаем и 19 апреля я могу сказать, что с рождения идеи о создании платформы пройдет ровно год, то есть 19 апреля буквально вечером было принято решение через несколько часов вылететь мне, то есть общались с партнерами с США, потому что там будет одна интересная девушка, которая случайно приехала с Греции и тогда завязалось общение отношения с той девушкой, которая сейчас координирует все процессы, это Наталья, я думаю, что когда запустится школа отдельными вебинарами и мы не мешаем нисколько, вы все познакомитесь с этой прекрасной боевой девушкой, это действительно на уровне Мадина Туль, на уровне всех наших членов правления, на уровне многих из нас, кто сейчас бежит этот марафон и кто не сходит с дистанции, потому что друзья, это действительно тяжело, но ожидают нас действительно очень хорошие новости, я прямо в предвкушении, в предчувствии, когда головная компания начнет размещать те новости, которые нам даже не говорят и по Арабским Эмиратам, и по скоростной трассе, где что будет реализовываться, что будет на территории Республики Беларусь, что будет на территории Арабских Эмиратах, и по Азиатской части, потому что огромный пласт проектов сейчас прорабатывается, и я это непосредственно понял лично, вживую, общаюсь с Кириллом Бадулиным, когда мы были с ним в Бангкоке и открывали, так скажем, такие вот первые шаги делали к установлению договоренности по развитию Skyway в Таиланде. Ну, друзья, сейчас издали я так начну, и я хочу в первую очередь перед тем, как покажем мы логотип, объясним вкрат, что за логотип, и дадим ссылку, то есть мы не будем презентовать сайт, что-то там прямо описывать, то есть все смогут посмотреть и ценность, вот зачем мы этот сайт запускаем, зачем мы его показываем, я также обязательно расскажу. Но в конце марта произошли те события, о которых на самом деле можно было только мечтать и думать, что это произойдет в каком-то отдаленном будущем. Вы видите фотографию, где кстати справа Павел Скобида, то есть это очередной именно вновь прибавившийся в недавнем относительно времени в рамках четырех лет развития Skyway это Jedi Skyway и как раз Павел организовал все контакты с арабским миром на самом наверное я не знаю высшем уровне, по которому будет все сказано то есть мы можем сказать только фразы что очень классно очень все супер но конкретики не знаем потому что мы действительно ее не знаем и соответственно вы видите также слева Юроса и Дэниела это наши партнеры по будущему швейцарскому уже проекту который будет оцифровываться и к 2020 году если все пойдет как мы планируем когда все пойдет как мы планируем слово если у нас неприменимо соответственно будет запуск в эксплуатацию первого оцифрованного проекта на базе сейчас можно произносить название на базе платформы и я думаю что все догадывались на базе платформы Transnet потому что Transnet это действительно такая вот глобальная будет составляющая и будет развиваться именно сеть адресных проектов без технологии SkyWay Transnet никакого не имеет смысла и невозможно даже представить как и без передачи сигнала без оптоволоконных кабелей начал бы развиваться интернет в том объеме которым сейчас он развивается мы постараемся совместными усилиями все сделать друзья чтобы действительно вспоминали о развитии интернета как о чем-то отдаленном чтобы через 10 лет те дети внуки которые спрашивали папа мама как зарождался Transnet и из-за чего он появился мы будем рассказывать что Transnet вообще сеть Transnet которой мы сейчас пользуемся зародилось только благодаря созданию и инженерным изобретениям Анатолия Эдуардовича Юницкого благодаря высшей школе Анатолия Эдуардовича Юницкого на тот момент я думаю будут уже запущены высшие учебные заведения на базе именно программ обучения которые уже формируются и первые ласточки действительно были созданы уже при подписании соглашения со старейшим институтом транспортных путей сообщения московским на прошедшей выставке в Москве транспортной и вот с Юросом с Дэниелом мы пообщались действительно не верили что это возможно начать уже сейчас и слабо тогда верилось год назад что будет заинтересованность вообще в оцифровании адресных проектов на базе блокчейн платформы то есть Transnet одноименное название так скажем как для сети так и для платформы но нельзя разграничивать сеть адресных проектов и платформу потому что это одно другого дополняет и действительно соединяется и я могу сказать что мы действительно установили необходимые контакты и сейчас будем выходить уже свет в рынок то что мы разместили сайт это не значит что мы начали какую-то супер бурную маркетинговую кампанию то есть это мы начнем только когда у нас уже будет готова минимальная версия продукта чтобы выходить так скажем с фанфарами но уже действительно как сказал Сергей Андреевич ведутся подготовка к запуску именно предпроектных работ подготовки предпроектной документации мы сейчас выстраиваем те системы те процессы которые позволят масштабировать проекты действительно их штамповать чтобы каждый желающий и имеющий выходы на власти имеющий возможность собрать финансирование после того как будет закрыт вход в корневую компанию соответственно смог запустить свой адресный проект то есть это то что никто никогда не делал в принципе в мире блокчейн да и вообще наверное запуска проекта то есть это open source платформа для запуска проектов которая именно контролируется как технология как инженерия как реальное применение знаете как процессоры допустим в компьютерах в мобильных телефонах технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого то есть это ядро это ядро как шестого технологического уклада так и платформы но запустить проект действительно сможет любой какие-то проекты в будущем представим через 5-10 лет какие-то проекты будут супер прибыльные какие-то чуть менее прибыльные какие-то чуть более это может сравнить с сегодняшним рынком размещений которые уже буксуют так скажем и те IT проекты которые уже запустились выполнили все этапы все вехи дорожной карты почему-то не оправдывают ожидания инвесторов в том числе из-за волатильности биткоина то что эфириум падает и вы видите вот эти вот как бы пляски действительно с курсом не хотелось бы чтобы вы в этом участвовали и я сам в этом не участвую потому что это очень опасно это как выйти на маленькой шлюпке в большой океан тем более в шторм то есть сразу разнесет скорее всего если нет навыков успешного и профессионального трейдинга то все средства либо часть средств будет потеряна нужно будет очень долго ждать когда действительно биткоин отрастет и так далее но у нас предполагается система финансирования что мы будем независимы от волатильности ведущих криптовалют то есть я не говорю про крипто токены и действительно вот я всем буду приводить в пример Юроса потому что это очень активный молодой человек с очень активной жизненной позицией за здоровый образ жизни в первую очередь который начал движение с построения сети и плавненько перешел на первые адресные проекты уже в построении сети адресных проектов на базе Transnet и то что также в эту встречу произошло друзья вот этого я действительно не мог ожидать потому что планировались вообще переговоры с Анатолием Эдуардовичем Юницким с Павлом с Виктором Надеждой Косаревой именно такое вот кулуарное и не было никаких предположений ожиданий ни у меня ни Сергея Анатольевича никто не готовился и мы начали общение непосредственно с инженерами зао струнные технологии и сейчас разработчики платформы не без трений так скажем не без каких-то недопониманий начали взаимодействовать сейчас все другие стартапы я могу сказать все другие блокчейн проекты только позиционируют только подписывают какие-то меморандумы о сотрудничестве есть даже такие вот достаточно интересные казусные сравнения когда я не буду приводить название этих проектов но кто знает тот знает говорят о сотрудничестве с BMW когда просто пользуются их открытым инструментом которым может воспользоваться каждый это клевета и это действительно вот желание сыграть на популярности желание завязаться на такие вот иллюзорные отношения показать комьюнити что вот мы общаемся с BMW друзья мы этого не будем делать никогда то есть если мы соответственно сотрудничаем мы сотрудничаем действительно по-настоящему только в этом случае будут подписаны какие-то соглашения будут сделаны какие-то фотографии в ином случае таких фотографий не выйдет свет на наши ресурсы которые вы увидите на сайте то есть мы эти ресурсы сейчас честно признаемся не то есть было много так скажем вопросов и совещаний как сейчас выстроить маркетинговую политику но сейчас есть одно понимание что эту платформу нужно запускать финансирование платформы мы не собираемся никого привлекать так скажем и организовывать какое-то публичное финансирование то есть финансирование платформы то есть а что такое финансирование платформы это создание инструментов для запуска именно на базе блокчейн на базе платформы транснет транспортных и инфраструктурных проектов именно только применимая с технологией Skyway и все что этого касается то есть мир Skyway и эти инструменты друзья мы просто наверное обязаны запустить сами потому что это наш венчур это наш риск и это так скажем наш вектор развития который мы донесли так скажем до понимания согласовали лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким это поддержано но на инструменты на финансирование инструментов мы не имеем права размещать делать какое-то размещение токенов потому что это противоречит идеологии когда покажи готовый продукт и соответственно уже запускай максимально масштабируемую сеть адресных проектов и друзья многие будут спрашивать что будет с производством хватит ли производства на эти вопросы также есть ответы и поверьте мне что Skyway будет развиваться и сеть адресных проектов Transnet будет строиться не дольше чем это делал интернет ад намного быстрее потому что мир уже совершенно другой и вот в этот день нужно посмотреть кстати дату произошло первое взаимодействие презентация руководителям конструкторских бюро я и Сергей Анатольевич презентовали непосредственно уже блокчейн направление каким образом мы можем действовать для чего блокчейн соответственно вообще применяется в технологии Skyway и будет некие закрытые разработки что касается технологии и соответственно open source что касается уже выхода во внешнюю сторону технологии но в конкретных адресных проектах то есть мы действительно ставим цель создать сеть адресных проектов которые будут финансироваться которые будут запускаться и которые будут эксплуатироваться и вот такой синхронизации разработчиков блокчейн платформы и соответственно уже конкретных инженеров конкретных разработчиков любой инжиниринговой компании я не припомню друзья то есть это действительно то что можно сказать друзья не было просто в мире и мы в этом плане скорее всего потенциально возможно потому что может быть и есть такие случаи и я буду рад получить на почту такие случаи если кто-то мне сообщит обязательно сообщим почту поэтому возможно мы действительно первые но в таком масштабе в таком потенциале запуска огромнейшего рынка которого не существует сейчас и сейчас действительно многие страны только готовят сертификацию была просертифицирована технология на территории республики беларусь на территории российской федерации в азиатских странах готовится сертификация европейских странах тоже готовится это друзья как раз таки время и момент который бывает возможно раз в сто лет когда блокчейн технология и прорывная с огромной потенциальной капитализации инжиниринговой технологии соединяются в одной точке и начинает двигаться синергично и одновременно потому что если произошло запоздание хотя бы на полгода то скорее всего адресные проекты начали бы бурно развиваться и блокчейн направления невозможно было применить к технологии Skyway но друзья это действительно то чем не может похвастаться ни Маск ни Ричард Брэнсон ни другие именит именно вот такой вип тусовки венчурной тусовки которые являются очень серьезными предпринимателями бизнесменами но такого достижения действительно у подобных проектов нет сейчас SpaceX запускается не на блокчейне сейчас Tesla Model S ездит не в применении блокчейн а Skyway возможно потенциально будет работать максимально безопасно максимально бесперебойно максимально масштабируемо максимально эффективно и также то что мы с вами и знаем и так максимально экологично максимально дешево функционировать во всех точках земного шара и друзья теперь перейдем непосредственно к концепции а почему же такой логотип и почему же такой слоган логотип я могу объяснить очень просто то есть это адаптация максимальная и оптимизация то есть независимо от того какие условия экономические случатся именно в ближайшие года в ближайшие месяцы платформа должна обязана просто подстроиться создать такие инструменты чтобы эти препятствия преодолеть либо если нет препятствий максимально ускориться и проявить максимальный показатель эффективности это отражено в логотипе то есть вы можете увидеть одновременно и куб кто-то увидит кран кто-то букву т кто-то блок кто-то еще что-то каждый найдет наверное свое но это одновременно и многоугольник то есть тут действительно многогранность и заключена как раз логика масштабируемости оптимизации и в первую очередь максимальной адаптации независимости от внешних условий действительно слоган который говорит о многом и не нужно его комментировать что технология объединяет и вы знаете какая технология объединяет это естественно технология Skyway без которой не может родиться шестой технологический уклад и без которой не могла родиться не мог даже появиться сайт Transnet потому что скорее всего мы с Сергеем Анатольевичем этим просто не занимались бы если бы Анатолий Эдуардович сказал что чем вы занимаетесь и не нужно это запускать и нет согласия нет подтверждения нет уверенности и сейчас максимально расцениваются все риски мы проводим многочисленные беседы с нашими разработчиками чтобы действительно все было запущено так как мы планируем ну и наконец сайт друзья все перейдите на этот сайт изначально будет включаться версия английского языка это www.transnet.io этот сайт работает мы постарались его запустить чтобы он был максимально оптимизирован на всех мобильных устройствах абсолютно независимо от того ланшет это большой экран малый экран человек сможет проскролить человек может если разработчик стать разработчиком там интересная такая есть графа можно кликнуть на кнопку и мы всегда готовы общаться с разработчиками для разработчиков все можно так друзья как-то недоступно минутку это будет вообще очень забавно то есть значит каким-то образом кто-то повлиял на то чтобы сайт был доступным ну на самом деле вот перед своим выступлением я заходил на сайт и все было хорошо очень интересно очень интересно то есть это говорит о том что так у кого-то работает у кого-то не работает я не имею сейчас возможности посмотреть возможно много заходов сейчас потому что мы какие-то сверх так скажем возможности пропускной способности сейчас не устанавливали зайдите с мобильника зайдите с других каких-то ресурсов и все обязательно запустится но там был описан да нет ничего никто не положил то есть это это как раз таки друзья то что за нами наблюдают и наверное следили знали что мы будем презентовать сайт говорили об этом в прошлом вебинаре и соответственно попытались испортить даже вот эти начинания это очень интересная ситуация и как раз таки это говорит о том что максимально нашей платформе нужно будет создавать те инструменты максимально наращивать потенциал по той же масштабируемости там и так далее чтобы ну не произошло даже вот таких ситуаций у меня все друзья запустилось то есть у меня все запускается не знаю если честно в чем причина и вы сможете зайти на этот сайт посмотреть пролистать в чем есть нюанс друзья для чего мы это все показываем первое мы это показываем для того чтобы в графу открытая разработка на эту графу кликнули разработчики которые заинтересовались концепцией и проектом потому что в первую очередь мы ищем дополнительных разработчиков и мы будем привлекать их на те задачи на которые необходимо сейчас направить бросить все силы второе это для того чтобы естественно все поняли а что же за продукт создается и что про него можно рассказывать и стоит ли про него вообще рассказывать ну и третье друзья я могу сказать что это далеко не то что подписаться на новости и так далее то есть естественно все желающие подпишутся на твиттер и так далее но это не та составляющая что мы регистрируемся структурами и так далее то есть все что касается крауд инвестинга все что касается партнерских программ реферальных ссылок и так далее этого в блокчейне не будет вообще и друзья это все будет через те ресурсы привычные через которые уже все привыкли работать то есть через крауд инвестинговые площадки и многие спрашивают про skyway инвест групп и так далее один разговор у нас был с Андреем Ховратовым по поводу блокчейн направления после этого он решил запускать какое-то свое блокчейн направление но мне если честно не особо понятно какое это будет блокчейн направление именно в синхронизации уже с разработчиками зао струнной технологии то есть возможно это будет какой-то интересный сторонний продукт например по образовательным курсам и мы готовы это обсудить что касается skyway инвестгруппу потому что много очень вопросов задают но сами как говорится на контакт не пойдем потому что просто нет времени друзья и на самом деле вот этот ответ на вопрос что нет времени нет времени посмотреть нюансы адресного проекта нет времени дать консультацию нет времени то и то многие из нас будут иметь возможность и ресурсы для того чтобы запускать адресные проекты в своих регионах того чтобы соответственно крупные инвесторы и непосредственно зао струнные технологии те проекты которые финансируются и те которые сейчас утверждены запускались но другие также имели возможность хотя бы распечатать бизнес план хотя бы уже с чем-то прийти не отвлекает не департамент адресных проектов зао струнные технологии а пользуясь автоматизированными инструментами и друзья соответственно уже могу сказать что такие первые инструменты они появляются это образование консалтинг школа это нам нужно только по той причине для того чтобы обучать нюансам не то что взаимодействия с платформой а для чего вообще блокчейн необходим в мире для чего блокчейн синхронизируется потенциально со skyway и что может наша платформа как запустить адресный проект на базе платформы транснет если очень вкратце это суть обучения если говорить про биржу задачи ресурсов это децентрализованные как раз таки инструменты которые также будут работать на блокчейн это то чтобы нет не было такой ситуации что мы испытываем какие-то недостатки человеческих ресурсов чтобы всегда формировалась база под конкретную задачу мы могли быстро смасштабировать и закрыть эту задачу без какого-либо затормаживания и что касается вы увидите ютгейм то есть это то что направление геймдев это как раз таки возможность визуализации в будущем в начале очень простая 2D карта с имитацией перемещения подвижных составов для того чтобы вы смогли посмотреть а как будет работать адресный проект который уже будет запускаться как можно построить свой адресный проект и соответственно какие экономические показатели все необходимые показатели бизнес плана которые можно оцифровать можно соответственно с помощью этого автоматизированного инструмента получить ну и я уже не говорю о маркетинговой составляющей потому что многие спрашивают а как как вообще работать через Skyway что такое Skyway и в чем суть сети адресных проектов Transnet вы просто сможете показать это приложение и человек сможет войти в него естественно если это происходит через краудинвестинг только через API личных кабинетов краудинвестинговых площадок то есть в первую очередь мы имеем ввиду RSV Systems и Skyway Capital то есть если кто-то пожелает еще присоединиться то будем обсуждать ну вот друзья вкратце так ну и естественно самый главный инструмент такое глобальное приложение это уже оцифровывание трассы адресного проекта то есть вы увидите по дорожной карте что примерно планируется к завершению 2020 году к четвертому кварталу этого года я думаю что кто-то если не поймет мы остановимся на дорожной карте на вебинарах уже что касается направления платформы Transnet на школе потому что мы не будем касаться это наверное первый и последний такой расширенный вебинар анонса о сайте и для того чтобы все зашли посмотрели и что же мы действительно сейчас создаем и друзья стоит помнить о том что только инвесторы Skyway только те которые сейчас уже зарегистрированы лично в кабинетах которые инвестировали какую-то копеечку смогут получить возможность приоритетного входа когда первые оцифрованные адресные проекты будут запускаться если на то будет согласен инициатор адресного проекта то в первую очередь ввиду средних и инвесторов смогут войти только инвесторы Skyway не какие-то посторонние люди с улицы а те кто уже погружены в идеологию те кто уже понимает вектор развития Skyway и к чему мы придем через 5-10 15-20 и 25 лет а потом уже все остальные и друзья это замечательная возможность которую можно сравнить я могу сравнить наверное только со сотней подарочных единиц обязательств которые у нас были ранее в личном кабинете но эта возможность ушла вне бытие потому что мы уже перешли на другие грани на другие этапы но сейчас есть возможность инвестировать в Skyway и инвестировать зарегистрироваться в личных кабинетах привнести какую-то полезную работу какой-то вклад именно в развитие Skyway для того чтобы в приоритетных приоритетном окне в приоритетных местах в очереди участвовать и обязательно успеть в тех проектах которые будут действительно очень интересны и очень прибыльны повторюсь не инвесторы Skyway в подобных случаях будут идти уже следующим окном и я называю это концепцией нулевого окна и наша с вами задача в будущем когда будут запускаться именно адресные проекты и первые адресные проекты это те которые скажут что необходимо запустить именно Анатолий Эдуардович Юницкий потому что это стратегически важные направления возможно это будет высокоскоростная трасса и это идеально на самом деле в логике блокчейн выстроить это с момента финансирования и момента строительства и уже запуска в эксплуатацию участка высокоскоростной трассы экотехнопарка неважно в какой стране это будет это возможен запуск направления именно токена направления высокоскоростной трассы ну и естественно тут если финансирование головной компании уже будет не было бы замечательно и мы это будем обсуждать чтобы и в реальных обязательствах то также был интерес но это друзья вопрос обсуждений это так скажем наши предположения Сергеем Анатольевичем как это будет в будущем не могу предположить но могу предположить друзья что мы переходим очень скоро на новый этап и смена дисконта у нас скоро следующий тренинг очень интересный Юрий будет его наш тренер коуч вести и кстати без эзотерики тут не грамма эзотерики в этом наше отличие кстати от Skyway Invest Group то есть мы решили пойти по такому пути и соответственно запущен сайт сейчас нет смысла именно что-то пытаться узнать как можно инвестировать потому что инвестировать сюда нельзя и инвестировать нельзя потому что инструменты создаются с риском уже запуска реально действующего продукта а когда реально действующий продукт будет запущен тогда уже в проекты на оцифрование можно будет инвестировать ну и повторюсь в приоритете в первом окне в нулевом окне как я его называю будут входить только те люди которые поддержали проект Skyway и в будущем кто знает это нулевое окно в какие грани вырастет возможно это будет уже не миллион человек как у нас сейчас более миллиона зарегистрированных участников по всему миру в количестве стран больше чем в ООН но уже совершенно другие числа и соответственно мы будем уже думать о каким образом запускать те или иные проекты на которые указывает Антолий Эдуардович Веницкий кто-то сам инициирует с помощью краудинвестинга либо с помощью крупных инвесторов если выиграет количество именно привлекаемых ресурсов краудинвестингом естественно крупным инвесторам нужно будет постараться в таких проектах чтобы участвовать так что друзья я думаю что это великолепная возможность рассказывать об этом инструменте для того чтобы люди заинтересовались тем что сейчас уже происходит в проекте SkyWay с чем невозможно поспорить и как на одной из презентаций я говорил тест так скажем на реакцию людей что вот сейчас создается децентрализованная блокчейн платформа для транспортных инфраструктурных проектов на базе технологии SkyWay и это венчур а если кто-то не верит в технологию SkyWay то просто встали и вышли потому что нам нечем с вами разговаривать поэтому друзья технология SkyWay сейчас максимально очевидна платформа она станет максимально очевидна когда произойдет запуск первого оцифрованного адресного проекта ну и в принципе когда вы начнете уже пользоваться приложением школа также это будет показывать уже работу блокчейна и так далее предстоит очень много интересного я охватил только все очень поверхностно и друзья просто наверное нам не будет потому что даже вот кстати сейчас все замечательно запускается сайт и мне интересно очень а кто же все это подстроил и зачем но друзья мы делаем благородное и великое дело которое не может быть незамечено недоброжелателями поэтому строй SkyWay спасай планету ну и сейчас я могу действительно сказать и дай дорогу мир транснету то есть дай дорогу мир сети адресных проектов на базе блокчейн платформы для оцифровывания транспортных и инфраструктурных проектов так что друзья я надеюсь что всем сайт понравится мы очень постарались сделать его по мировым стандартам мировым канонам это первая версия сайта в него нельзя войти сейчас можно подписаться на ресурсы нельзя инвестировать инвестировать можно будет только через краудинвестинговые площадки в приоритете это RSV и Skyway Capital поэтому я искренне надеюсь что все поняли и усвоили все как нужно Сергей Анатольевич вам слово спасибо Алексей ну вот друзья будем считать что это первые наши такие отчеты и наши разговоры токенизации и как я уже говорил я специально эти два вебинара готовил пока Алексей там был занят просто круглосуточно просто у нас команда работает очень такая интернациональная часть разработчиков и членов команды работают в Канаде часть в Санкт-Петербурге в Москве в Челябинске в Нидерландах в Казахстане не знаю Алексей меня еще подправит где у нас работают основные наши ключевые поэтому работа идет ну не сказать по два суточной но у нас в Канаде 8 часов поэтому начинаем где-то только с 16 и 17 часов по Москве с ними работать и заканчиваем если по Москве там 11-12 час ночи у Алексея это уже по-челябински 3 часа ночи и в таком режиме друзья постоянно потому что ну сейчас очень объем большой и мы уже говорили что как мы и планировали мы в декабрю подошли к запуску но была некая такая неудовлетворенность и когда к нам ну что все-таки уровень несколько неудовлетворял когда к нам подключились такая очень мощная команда из Канады это ведущие специалисты как раз на канадском рынке бывшие выходцы как раз из России из Украины мы пересмотрели и мы пошли на то чтобы несколько отодвинуть сроки но действительно делать на определенном уровне естественно что приходилось расставаться с определенными людьми которые просто не потянули изначально то есть заявленные возможности это вопрос непростой остается только тот кто крайне эффективен кто готов работать и мы дальше будем много рассказывать и о построении системы документооборота постановка задач это абсолютно новая сейчас концепция это абсолютно новый оборот новая новая системе Алексей будет об этом рассказывать обязательно и на школах мы будем рассказывать как ставятся задачи как они решаются то есть естественно что все это уже на современных принципах и мне как в этой команде уже наверное одному не считать конечно Анатолия Гвардовича как нашего скажем так главного джедая Аксакала тоже в этой команде более-менее возрастной вот и конечно многих многих вещей мозги скрипят очень сложная терминология очень сложная уже именно оборот еще с моим знанием английского языка который я сейчас усиленно подтягиваю но он очень слаб естественно что это уже уровень серьезной серьезной работы ну а дальше друзья мы по ходу начнем как вам показывать и говорить и эта платформа основное скажем так ключевое звено которое будет тиражировать и масштабировать как раз развитие сети адресных проектов по всему миру и здесь как раз готовится и система как мы уже говорили обучение практически на всех языках и создание предпроектной документации чтобы запускать адресные проекты и подготовка к токенизации проектов к размещению то есть на этой платформе проведение уже тоже непосредственно адресных проектов и единая увязка уже с единым токеном который сегодня задавали а как же все-таки будет называться токен как так сказать это но у нас все по направлению как вели направляться называться это будет Ute, Ute School, Ute Projects то есть направление Ute Day и так далее и так далее все эти направления а рабочее название нашего инструмента именно единого расчетного это UteTN то есть если пословно переводить аббревиатуру это объединенный токен транспортной сети UteTN соответственно сейчас мы уже можем об этом декларировать и показывать что мы запускаем действительно свой унифицированный инструмент это UteTN о чем дальше будет очень много сказано и мы ни в коем случае не претендуем ни на валюту ни на расчетный инструмент как сегодняшнее понимание коины которые проводятся на ICO это определенный инструмент для определенных задач именно привлечение инвестиций и инвесторов в адресные проекты Skyway и создание единой транспортной сети Transnet и создание Transit Space то есть всему бизнесу который строится вокруг технологической это единственное его предназначение и все что мы делаем и выпускаем только направлены на эти цели интерес я могу сказать в экспертном сообществе вообще так сказать очень большой все очень ждали именно этого описания потому что в таком комплексном виде мы показываем первый раз я могу сказать что реакция уже скажем так самая разнообразная но многих специалистов кто сегодня работает именно в блокчейн индустрии и в создании оцифрованной реальной экономики очень многие вещи сегодня шокируют просто шокируют и мы уже говорили задавали вопрос про дрон который будет работать также в системе управляться всеми блокчейн именно роботизированной летающей кран задавали вопрос что будет на экофесте увидим ли мы дрона или нет здесь с большей долей вероятности друзья могу сказать что дрона мы увидим но естественно не в динамике не в движении потому что в прошлом экофест у нас показать в динамике юнибайк и юнибус оказалось весьма проболеватично и очень много желающих запретить и не разрешить движение и только неимоверными как бы там усилиями генерального конструктора юницкого мы все-таки смогли порадовать и показать движение юнибайка и юнибус поэтому в этот раз будет уже обязательно всех желающих потому что ожидается порядка 7-10 тысяч человек на экофест естественно что все прокативатели смотрят по определенным условиям юнибайк будет весь экофест работать и все кто будет выполнить определенные условия они смогут на юнибайке покатиться это значит друзья сразу отвечаю всем нашим недоброжелателям что это значит выполнены все условия по сертификации по безопасности по соответствующим требованиям вот а летающий дрон друзья это все-таки уже получается авиашоу это совсем другое мероприятие и по безопасности и по разрешениям все-таки летательный аппарат который везет грудь больше тонны он уже очень серьезно поэтому как экспонат как реально летающий робот мы его увидим как на всех авиашоу стоят самолеты но динамики конечно будем только показывать в записи вот того времени я думаю что во всяком случае прототипы какие-то испытания уже будут еще обязательно то что мы уже говорили будет показана и демонстрирована увязка уже работы действующих образцов с экономикой токенов с блокчейном но на этом мы остановимся уже в наших школах где мы будем показывать дальше все что касается уже друзья работы платформы бизнеса по состоянию на этой платформе как она будет капитализировать интеллектуальную собственность как она будет влиять на котировку акций как можно будет реализовать определенные те или иные обязательства вот это как раз друзья и есть работа нашей школы именно на блокчейне именно юбскул которые мы запускаем и эти вопросы мы ставим именно для этого направления что касается друзья для наших инвесторов для тех кто реально поверил нам как команде поверил нам как инвестиционному фонду то есть команде которая является Skyway Capital и то что у него работает мы друзья дадим еще один инструмент для тех кому не обязательно будет погружаться в особенности блокчейна как работает токены как между собой взаимодействовать как работают спекулянты и тот или иной рост мы запустим специальную программу специальный пакет в личном кабинете так называемый траст где вы можете просто определенное направление определенную сумму денег переправлять на трастное управление в блокчейне и мы гарантируем что вы будете получать с ним максимально возможную доходность которая будет на этот момент в транснете и это наша обязанность это наше перед вами обязательство и такое трастовое управление те кто хочет именно покупать пакет такую возможность дадим и вы сами будете сравнивать и будете печь что самостоятельно люди которые управляют своими активами они будут получать доходность на свои инвестиции какая будет в нашем трастовом фонде с учетом того что мы запускаем проекты и мы стоим их высоко то естественно что все инвестиции через этот инструмент будут наиболее эффективные и наиболее доходные но это опять тоже друзья несколько анонсируя то что мы сейчас с вами готовим дальше тут много вопросов что пересмотр меморандума много сейчас предлагается и даже Ленинский мне тут неделю две назад пересылал предложение что давайте пересматривать меморандум вот опять же в своем видеообращении он ответил на эти вопросы что друзья пересматривать сроки и параметры меморандума мы не будем потому что в 2013 году он запускался и сегодня что-то идет с опережением что-то идет несколько по другому графику но в общем запуск проекта по меморандуму 2013 года шел она в этих рамках движется и однозначно динамика проекта однозначно вырисовывается контуры капитализации как будет это складывать и создаются все инструменты начиная от блокчейна блокчейн платформы и взаимодействия со всем крипто направлением так же как и подготовка традиционных классических схем размещения привлечения инвестиций как IPO залоговые инструменты выпуск облигаций это тоже друзья все в рамках проекта прорабатывается и в той или иной мере все инструменты будут работать поэтому все идет и развивается друзья в самом что именно есть активным и позитивным временем поэтому когда в чем-то и идут какие-то упреки что мы что-то отстаем или особенно друзья я тут был на конференции опять вот эти вот очередные что я за вами наблюдаю три года и у вас ничего не меняется я друзья на такие вопросы даже просто не отвечаю даже не то что анализирую я просто выключаю внимание и если человек этот настаивает то прошу уже более людей которые отвечают за дисциплину и за проведение мероприятий чтобы от таких людей просто в зале освобождались потому что не надо ни их время и нервы тратить ни наши то что сегодня Алексей привел что еще года нет 19 апреля будет только год когда было принято решение что мы начинаем создавать свою платформу то это пошло скажем так с нескольких операций подачи мы начали работать начали активно работать и сегодня мы реально уже заявляем и четко позиционируемся что мы ведущая крауд и платформа которая сегодня закончена на размещение и выбор инвестирования реальных проектов в реальном бизнесе с запуском инновационной технологии Skyway нет ни одной платформы в мире ни одного крипто направления ни одного крипто проекта который сегодня может об этом заявлять исчисление сегодня цифры и потолок который сегодня исчисляется даже не десятками и даже не сотнями миллиардов долларов поэтому друзья по мере того как это будет развиваться по мере того как будет остановиться и запускаться сеть адресных проектов все это на счет обретать а сейчас мы видим и мы четко понимаем и мы доносим вас уверенность что платформа которую мы создали она крайне профессиональна она сегодня мы можем спорить мы можем отстаивать это точки зрения это наше друзья как наше детище мы можем сказать это одна из лучших площадок в мире а те задачи которые она ставит и она будет решать они просто сегодня уникальны потому что сегодня запуск десятков сотен и тысячи проектов реальных проектов в бизнесе с использованием единого расчетного инструмента как базового актива такой друзья цели не ставил никто тем более ее не реализовывал и я уж не говорю такие промежуточные задачи как роботизированное проектирование как роботизированное изготовление роботизированное строительство самих транс роботизированное эксплуатация и соответственно управление и внутренним закрытом блокчейне и открытом блокчейне это друзья задача которая для многих сегодня звучит как фантастика и соответственно мы сегодня речь ведем о том что мы выставляем проекты и по нашим планам в ближайшие год-два выйти уже не на десятки даже не на сотни тысяч произведенных единиц подвижного состава поэтому друзья естественно что это все покажет развитие востребованность адресных проектов но ту систему которая сегодня создает именно инженерная техника экономическая школа она приобретает все больше и больше именно и последователей и заказчиков и исходя из того что у нас этот год сейчас экофест а потом и на транс в Берлине продемонстрируют очень серьезные заявки и декларации которые сегодня делает технология Skyway но друзья если в 16 году в сентябре Skyway продемонстрировал две машины и за эти два года прошедшие еще не прошло полтора года продемонстрировал испытания и сертификацию этих машин то соответственно я не знаю у кого может быть сомнения о том что демонстрация уже высокоскоростной юнилета со скоростями уже близкими к 600 км в час что у кого мы сомнения что в ближайшие год-два это все будет построено испытано и сертифицировано тем более что те инструменты которые мы сегодня уже запускаем испытываем и используем они реально позволяют это утверждать и реально позволяют это сделать поэтому друзья это небольшая интрига как писали что что мы сделали некую интригу я просто друзья считаю что Алексей заслужил и то что он сегодня делает и своей работой крайне в том чтобы донести и быть действительно первым кто произнес у нас технологии Юнайтс я вам говорил что более точного термина для того что делает инженерная школа Юницкого друзья не придумаешь поэтому думайте мы пересмотрели вариантов много но друзья технологии Юнайт это именно то что технологии объединяет мы создаем транснет который уберет границы между государствами континентами народами так же как интернет убрал границы между государствами мы создаем систему которая соединит единое пространство практически все территории человек будет жить там где он хочет перемещаться быстро дешево экологично соответственно очень комфортно в любую точку мы соответственно прорабатываем систему определенного обитания на территории распределенного производства это все друзья технологии и когда мне говорят что вы почему все везде ставите Юнайт то есть это от слова Юницкий я говорю нет друзья это от слова объединяющий объединенный а то что у Юницкого оказалась такая фамилия это будем считать что всем нам повезло я очень часто повторяю этот ряд что у нас есть выдающийся инженер создатель первого в мире самолета к сожалению который не полетел это Можайский великий подвижник авиации великий теоретик авиации Шуковский это тот кто рассчитал и создал идеальную подъемную силу крыла и братья Райт именно на его расчетах и на его технологии создали первый аппарат и в начале 20 века доказали всему миру что аппараты тяжелее воздуха могут летать Циолковский Константин Эдуардович это великий теоретик это великий футуролог который именно намного опередив все время показал что закон сохранения энергии закон сохранения импульса ракетное движение многоступенчатые ракеты орбитальные комплексы и много чего и сегодня Академия Космонавтики носит имя Циолковского признать того что человек в свое время мог прогнозировать и говорить такие вещи великий наш инженер который создал целую отрасль авиационного строения это Игорь Сикорский который разработал сделал создал целого направления и то что в этой прияде как я уже говорил Можайский Жуковский Циолковский Сикорский теперь есть Юницкий но это просто совпадение друзья и у него фамилия именно Юницкий как объединяющий и поэтому друзья это будем считать что просто повезло и технология юнает на наш взгляд это крайне выверенный и важный ловен который также встает в один ряд как в свое время Юницкий предложил строй Skyway спасай планету потому что это единственный правильный именно постулат для технологии Skyway потому что если не будем строить мы просто забудем планету и мы просто идем никуда обладая этой технологией строя мы можем двигаться дальше строй Skyway спасай планету Это основной вопрос для Skyway, для сети адресных проектов, для Transnet это Technology United. Поэтому это то, что, друзья, мы с вами делаем и то, что, друзья, рождается на ваших глазах и то, в чем каждый из вас имеет свое отношение. Мы с вами соучастники, мы с вами соработники этого процесса. И он может быть только объединившись, только поставив единую цель, только прилагая единую усилие для достижения этой цели. И, друзья, я могу сказать, что мы с вами и дальше будем видеть очень много интересного, очень много для нас радостного. И в этом плане, друзья, мы с вами уже сделали очень многое. Для многих, которые отошли или не поверили в проект, это уже невозможно. У нас, друзья, большее и очень важная задача это реализация, запуск и эксплуатация адресных проектов. И это, друзья, уже не какое-то отдаленное будущее. Мы над этим работаем уже сегодня, каждый день. И мы создаем систему, которая будет масштабировать и запускать десятки и сотни проектов ежедневно. Это, друзья, тоже очень важный вопрос. Это пища для троллей. Можете, так сказать, по троллям, поиздеваться надо. Придет время, мы с вами вспомним эти убеждения и эти цели и эти задачи. И самое главное, по горизонту целей это не предел, который мы ставим. Дальше откроется следующий горизонт и мы с вами пойдем дальше. Все, друзья, строй Skyway, спасай планету. Technology Unites. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok